Добро пожаловать на эту благодатную встречу. Прошу Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами седьмая серия из цикла передач об истории татаро-монголов. В прошлой серии мы остановились на ошеломляющем завоевании монголами Европы. В конце прошлой серии мы говорили о том, что Гуюк, сын Угедея, встал у власти в 639 году по хиджре, после смерти своего отца Угедея, инициатора великого нашествия на Европу. Так Гуюк, сын Угедея, овладел государством, достигающим от Кореи на востоке до Польши на западе, и от Сибири на севере до южно-китайского моря на юге. Таким образом, оно буквально поглотило почти половину исламского мира. Несколько важнейших исламских стран к этому времени уже оккупированы. И за какой это промежуток? Всего за 22 года. С 617 года, или с конца 616 по 639 года по хиджре. Конечно же, этой огромной империи требовалось некоторое время для укрепления своих позиций. Поэтому политика Гуюка, сына Угедея, была направлена уже не на расширение границ. Он по мере своих сил пытался упорядочить и реорганизовать дела внутри этого огромного и великого королевства. Было бы справедливо отметить, что история не помнит столь больших масштабов. По крайней мере, известная нам история, в которой мы можем хоть сколько-либо доверять. Также в конце прошлой серии мы рассказали, что несмотря на то, что крестоносцы или христиане на востоке Европы испытали на себе те страдания, которые приносили татаро-монголы, несмотря на то, что татаро-монголами были вырезаны сотни, тысячи и даже миллионы без преувеличения христиан, несмотря на все это, христиане на западе Европы продолжали надеяться стать союзниками татаро-монголов в войне против мусульман. Потому что монгольские войны преследовали цель опустошения и разорения. Война велась ради мирского и не имела никакой связи с какой-либо идеологией. Вероубеждение монголов было искаженным, непонятным и не имеющим особого смысла. Это было нечто вроде сборной солянки, которую Чингискан перед своей смертью собрал из различных религий, как мы уже рассказывали ранее. Таким образом, татаро-монголы не вели войны на религиозной почве. Они не воевали ради распространения своей религии. Они абсолютно не стремились к этому во всех своих войнах. В отличие от крестоносцев, они постоянно, уже на протяжении длительного времени, вели периодические войны с исламским государством, еще со времен посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Потому, несмотря на всю эту резню на востоке Европы, крестоносцы на западе Европы пытались заключить союз с татаро-монголами. Кто стоял за этими попытками? Это был Иннокентий IV, католический папа, живший в Риме. Он отправил письмо, которым призвал татаро-монголов к сотрудничеству. Письмо это дошло до куюка сына Угедея. И было это приблизительно в 641-м, либо в 643-м году по хиджре. Оно проделало огромный путь, 12 тысяч километров, как уже было сказано. Это серьезное расстояние, пока не достигло города Каракорум. В этом письме он просил императора монголов оказать ему поддержку в завоевании Леванта, Шама и Египта. Как вы знаете, на Левант и Египте велись постоянные крестовые походы. И Левант, как мы упоминали в начале этой Сирии, был оккупирован с 491-го года по хиджре. Конечно, это был не весь Левант. Это была часть провинции Леванты, ставшие впоследствии крестовыми княжествами на территории Сирии, Палестины и части Турции. Папа Римский хотел окончательно покончить с существованием ислама на этих землях и добивался объединения с татаро-монголами для решения этой задачи. Однако папа Иннокентий IV сверх этого запросил еще одно требование. И это требование привело Гуюка в ярость. Какое же требование это было? Он настаивал на том, чтобы Гуюк принял христианство. Гуюк разгневался. Христианский папа смеет требовать от меня поменять свою религию. Он был вне себя от ярости и ответил послам отказом. Далее, для того, чтобы эти дипломатические требования были выполнены, он, в свою очередь, потребовал, чтобы все короли Европы прибыли к нему в Каракорум и выразили свою верность и покорность ему. Короли Германии, Франции, Италии, Англии, Испании отказались это делать. Они отказались прийти в Каракорум, чтобы выразить свою верность и покорность монгольскому императору. Тем самым первые дипломатические переговоры крестоносцев с татаро-монголами так ни к чему в итоге и не привели. По прошествии некоторого времени, в 645 году, папа Иннокентий IV, все еще не потерявший надежды, начал искать подход к кровавой, амбициозной личности, желающей расширить границы империи в исламских землях. Это был монгольский военачальник Байджу. Это один из самых известных монгольских полководцев в истории. Этот полководец руководил западными силами монгольской армии, разбившие свой лагерь в непосредственной близости от абасидского халифата. Их центром служил иранский город Тибрис, и они располагались у самых границ абасидского государства. Папа Иннокентий IV послал еще одну дипломатическую делегацию. Она действительно встретилась с Байджу, и между ними происходил довольно долгий диалог. В итоге эти переговоры привели к согласию Байджу на вторжение в абасидский халифат. Байджу сперва всячески пытался убедить Гуюка, сына Угедея, в необходимости начать военные действия против абасидского халифата именно в это время. Однако Гуюк был непреклонен. Он продолжал настаивать прежде всего на важности стабилизации положения дел внутри огромной монгольской империи. Таким образом, уже вторая миссия крестоносцев не добилась успеха. Происходило это в 645 году Пахиджри. В 646 году Пахиджри известный король Франции Людовик IX готовил организацию седьмого крестового похода, в котором он атакует египетский город Думьят. Затем случится известная битва при Эль-Мансури, как об этом мы узнаем получше из следующих серий. Итак, Людовик IX готовился к этому крестовому походу, расположившись на острове Кипр посреди Средиземного моря, и отправил третье письмо в попытке создать совместную с татаро-монголами коалицию в войне против мусульман. Мы видим, что попытки заключить союз против мусульман не прекращались. Прибытие посланцев Людовика IX в город Каракорум совпало со смертью Гуюка сына Угедея. Послы прибыли почти одновременно со смертью Гуюка. Его дети на то время были еще маленькими, не способными править такой большой империей. Поэтому правление перешло к его вдове по имени Огул Гаймыш. Огул Гаймыш в качестве регента государства приступила к своим полномочиям. Конечно, это было нечто удивительное для монгольской империи, ведь эта империя была построена на убийствах, на кровопролитии, на погромах, на насилии и репрессиях. У руля правления такой империи просто не может стоять женщина. Тем не менее, так оно и было. Происходило это с 646 по 649 годы. Делегация послов, прибывшая в город, была теплопринятой. Послы предложили помощь крестоносцев в войне с мусульманами в Леванте и Египте. Однако Огул Гаймыш отказалась, объяснив это тем, что ситуация в стране еще не нормализовалась, особенно после смерти Гуюка сына Угедея, что необходимо еще некоторое время для того, чтобы внутри монгольской империи подцарилась абсолютная безопасность. Так провалились третьи крестовые переговоры. Тем не менее, Людовик IX не отказался от своей идеи завоевать Египет, взять город Думьят. Подробности этой кампании мы расскажем по воле Аллаха в последующих сериях. Воля Аллаха, к его сожалению, не совпала с его желанием. Он потерпел поражение в сражении Аль-Мансура и даже был пленен вскоре после сражения Аль-Мансура в битве при Фарискуре. Важно то, что такое положение дел сохранялось вплоть до 649 года по хиджре. С тех пор, как Огул Гаймыш возглавил руководство страной в 646 году, прошло три года, и те, кто следили за ходом истории внимательно, могли заметить, что с 639 года, когда скончался Огэдей, до 649 года, ровно 10 лет татаро-монголы никак не продвинулись вглубь исламских стран. Исламский мир обрел полное продолжительное спокойствие в течение этих 10 лет. За исключением, конечно же, всей ее восточной части, все так же еще находившейся в оккупации. Крайне поразительно то, дорогие братья и сестры, что если вы взглянете на книги по истории, описывающие этот период, к примеру, книгу «Альбидай ван Нихая» «Начало и конец», или любую другую книгу, в которой можно найти описание этого периода жизни мусульман, то вы не найдете в ней ни одного упоминания о монгольском нашествии. Как будто бы все, проблема уже решена. Центральная западная часть исламского мира, это Ирак, Левант, Египет и все западные исламские страны, будто сговорившись, полностью вычеркнули татаро-монголы своей памяти. В книгах можно найти почти все, помимо этого. Некий халиф открыл школу, мадрасса, построил больницу, щедро помогал малоимущим, осуществлял определенные планы, борьба и соперничество мусульман между собой. Полное игнорирование татаро-монголов, видимо, согласившись с их границами, несмотря на все те исламские страны, которые они поглотили. Полагая, что татаро-монголы удовлетворены текущим положением, они довольствовались своим. Однако, даже если мусульмане и были согласны с этим, то татаро-монголы имели на этот счет другое мнение. Все это время татаро-монголы готовились к захвату исламского мира и дальнейшему продвижению вглубь Аббасидского халифата. Это было мечтой татаро-монголов, мечтой Чингисхана и Угадея, но они видели, что монгольские силы нуждаются в серьезной подготовке. В 649 году, после 10 лет относительного спокойствия, 7 лет правления Гуюка и 3 лет правления Угулгаймыш, было созвано Народное собрание, высший административный орган татаро-монголов, на котором отстранили от власти Угулгаймыш, посчитав, что такой империей не должна руководить женщина. И возвели на престол вместо нее Менгухана, Мункев. Это имя в корне поменяет политику монголов и в корне изменит карту мира. И важнейшие государства, которые пострадают от этого нового вождя, это государство мусульман. Первостепенной задачей Менгухана было, и это достаточно очевидно, завоевание Аббасидского халифата и соседних с ним исламских стран. Он готовил стратегию этого наступления, и помогали ему в этом его братья. Кем были братья Менгуханы? Первого брата звали Арик Буга. Он находился вместе с ним в Каракуруме и руководил немалыми территориями империи, ее столичным регионом. Второго звали Кубилай. Ему, Кубилаю, Менгухан передал китайскую и приграничную ее часть империи. Третьему же брату была предоставлена во владение западная часть монгольского государства. То есть он руководил регионом, непосредственно граничащим с Аббасидским халифатом. И кто же этот третий брат? Очень известная фигура. Его знает практически весь мир. Мусульмане натерпелись от него горя и бед. Это была одна из самых кровавых фигур в мировой истории. Весь в своего прадеда Чингисханы. Да будет проклятие Аллаха над ними обоими. Имя этого человека – Хулагу. Хулагу был кровожадным, пугающим и опасным, искусным военачальником монгольской армии. Будучи братом Менгухана, он сразу же после него стал каганом империи. Этому безжалостному человеку было поручено завоевание Аббасидского калифата. Давайте посмотрим, как Хулагу это сделал. Конечно, все мы знаем, что он действительно завоевал Аббасидский калифат. Когда случилось падение Аббасидского калифата? Аббасидский калифат пал в 656 году по хиджри. Мы сказали, что Менгухан начал помышлять, начал планировать подготовку к захвату Аббасидского калифата в 649 году по хиджри. То есть ровно 7 лет после начала подготовки плана пал город Багдад. Это показывает, что они не спешили. Они не атаковали Багдад с первых же дней. Наоборот, это заняло время. Шла подготовка, обсуждался план, разрабатывалась стратегия год, два года, три. И так 7 лет. И где в это время были мусульмане? В глубокой спячке. Хотя подготовка к Кулагу, дорогие братья и сестры, велась открыто. Как это открыто? Это значит, что вся эта искусственная подготовка, эта мобилизация армии, заключенные союзы и договоры, абсолютно все происходило открыто на глазах всех людей. Как перед мусульманами, так и перед другими. Перед Левантом, перед Ираком и перед Египтом. Кулагу тщательно ко всему готовился, а все остальные впали в необъяснимую спячку. Поэтому падение Ирака было лишь вопросом времени. Падение Леванта также было предрешено. Трагедии будут преследовать Умму, если ее враги так продолжительно готовятся к наступлению, а они не пошевелят и пальцем. Как вы думаете, что сделал Кулагу? На самом деле, нам следует взять большую паузу, чтобы разобрать то, что сделал Кулагу. Следует признать, что он предпринял блестящие шаги. И я не говорю это для восхваления Кулагу, но Кулагу воплотил свою идею, он воспользовался возможностями. Наш Господь, Субханава Та'ала, говорит, Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Кулагу приложил все усилия, посвятил все свое время, имущество и мысли, подготовке к захвату аббасидского халифата. А на противоположной стороне никто не пошевелился. Аббасидский халифат должен был пасть. Пусть даже тот, кто его завоюет, будет неверующим. Пусть даже те, кто потерпит поражение, будут мусульманами. Дорогие братья и сестры, причинно-следственную связь никто не отменял. Давайте теперь взглянем на итоги подготовки Кулагу. На подготовку театра военных действий. На этой земле произойдет величайшее сражение. Так он это себе представлял. Он был уверен, что аббасидский халифат имеет бесчисленное количество секретного оружия и укреплений, обладает избранными тактиками и стратегиями. В истории это государство уже столетиями удерживает авторитет непобедимой империи. Соответственно, именно поэтому он вел такую основательную и продолжительную подготовку. Что конкретно он сделал в театре будущих военных действий? Во-первых, велась работа над дорогами для огромной армии воинов. Дороги эти, от Китая до Ирака, тысячи километров. Дороги расширяли и улучшали, для того, чтобы они могли вмещать большие войска с транспортом, повозками для оружия и воинов. И заметьте, что все эти подготовительные работы велись на землях мусульман. Работы велись в Иране, Афганистане, Таджикистане и других исламских землях. Также исламские земли подготавливались на севере Ирака. На севере Ирака, в районе Масула, да, в районе Масула. И на турецких землях, да, и на турецких землях. Эти регионы, к большому сожалению, поддерживали, как нам станет известно, татаро-монголов. Они помогали Хулагу. И ведь всю эту монгольскую подготовку, которая велась на землях мусульман, видел аббасидский халифат и видели мусульмане, но никто бровью не повел. После завершения этих подготовок он перешел к сооружению громадных повозок, способных перевозить весьма внушительное количество оружия. По завершению этого этапа он приступил к строительству мостов на крупных реках. На важнейших реках, отделяющих Китай от исламского мира, таких как Сырдария, Амудария и множество других рек на территории Ирана и близлежащих стран, во всех этих местах были возведены большие мосты, также способные выдержать на себе поток огромной армии. Далее он захватывал власть над городами, расположенными на перепутьях, для того, чтобы никакая армия не смогла обойти его стыла. В каждом городе, контролирующем перекресток, несколько направлений дорог он брал власть в свои руки и выстраивал мощный гарнизон монгольской обороны. Полный контроль территории, и он подготовил таким образом не только Ирак, но и близлежащие к нему земли, несколько тысяч километров. Пугающая подготовка. Затем он избавил все дороги, по которым пройдут войска, от стад животных, будь то диких или домашних животных местных жителей. Зачем всё это? Затем, что монгольским лошадям, которые вскоре прибудут из Китая в Ирак, нужна пища, им нужна трава. Точно так же, как автомобилям нужен бензин. Помимо этого, они нуждаются в уходе. Поэтому на протяжении нескольких лет он освободил все эти территории от любого вида скота, овец, коров или верблюдов. Для того, чтобы монгольские боевые лошади, пришедшие из Каракорума или Китая, или любого другого места в Ирак, имели достаточное количество еды. Представьте себе, такая подготовка ведётся не за пару дней, она занимает несколько лет, дорогие братья, и Хулагу терпеливо и планомерно её ведёт. Подготовка театра военных действий была основной задачей Хулагу, благодаря которой он мог уверенно провести военные силы через приспособленные, просторные и безопасные территории, способствующие проведению эффективных манёвров и активных боевых действий. Также, конечно, он приложил огромные усилия для стягивания монгольских войск, базирующихся в России и Европе, в качестве подкрепления при наступлении на Аббасидский халифат. Думаете, это всё, что приготовил Хулагу? Как бы не так, следующим наиважнейшим пунктом подготовки были дипломатические соглашения. После того, как на престол взошёл Мингухан, произошли основательные изменения в политике монгольской империи. Политика Мингухана полностью отличалась от предшествовавших ему лидеров империи. Все предыдущие Каганы, как мы говорили, были строгими сторонниками однополярного мира, даже не задумывающимися ни о каком союзе. Татаро-монголы были единственной силой, которая ни с кем никогда не заключала союза. Мингухан же, понимая, что ему предстоит наиважнейшая задача – завоевание великого Аббасидского халифата, решает обзавестись союзниками. Он встречается с делегациями. Однажды к нему прибыла делегация из… откуда бы вы думали? Из Европы, субханаллах. Европа до этого уже провалилась с первой, второй и третьей делегацией. Тем не менее, она продолжала упорно стучаться в эту дверь. И дверь ей, наконец, открыл Мингухан в 651 году по хиджре. В этом году он принял делегацию. Делегацию от кого? От Людовика IX. Того самого Людовика IX, короля Франции, который потерпел поражение в сражении при Фарискуре, а до этого еще при Эль-Мансуре. Но его все еще не покидала идея завоевать исламский мир. И вот он отправил письмо Мингухану. Однако, субханаллах, Мингухан был предельно ясен и откровенен. Он ответил, что не знает, что такое дружба. Да, я заключаю союз. Но союз этот с последователем. Я делаю мир на дружеские страны. Это страны, которые подчиняются мне. И на вражеские страны, с которыми я не веду разговоров. Вот так вот, коротко и ясно. Если ты согласен с этим, согласен с тем, чтобы твоя страна стала подданной Монгольской империи, была в хороших, но в вассальных отношениях с Монгольской империей, то пожалуйста. Но дружбу, союз, равное деление трофеев я не принимаю. Людовик IX отказался, потому что у него не были свои интересы в этой войне. Ему не нужно покорение Леванта и Египта, лишь для того, чтобы после этого вручить их татаро-монголам. Он отказался, и так провалились и эти переговоры. Однако прекратилась ли на этом дипломатическая деятельность татаро-монголов? Нет. Ситуация сильно изменилась. Люди советовали Менгухану изменить свою политику. И он действительно поменял политику, благодаря чему мы увидим удивительные события в истории татаро-монголов. Чего добились татаро-монголы на дипломатическом поприще? И каковой была реакция мусульман на это? И что готовила судьба для аббасидского халифата? Всё это мы узнаем в следующей серии. Просим Аллаха, аззаваджалля, даровать нам понимание его путей, обучить нас тому, что полезно, и сделать полезным для нас то, чему он нас научил. Вы вспоминайте то, о чём я вам говорю. Я веряю своё дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Ассаляму алейкум, арахматуллахи ва баракату. Ассаляму алейкум, арахматуллахи ва баракату.